МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В холле Саянашушинской ГЭСа на центральной площади Черемушек организована стена памяти. Все желающие смогут возложить цветы, зажечь свечи в память погибших. Трагедия в Абакане. Во дворе жилого дома погиб подросток. Он одышался газом. Четверо мальчиков вдыхали бутан из портативных баллонов для туристов. За этим занятием их застал сосед. Он же вызвал полицию. Когда патрульная машина въехала во двор, подростки кинулись в рассыпную. Троим удалось убежать. Одному из них, он в белой футболке, стало плохо. Мальчик умер на глазах у сотрудников полиции. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Погибшему подростку было 14 лет. Его родители злоупотребляли алкоголем и были безработными. В июле их ограничили в родительских правах. Органы опеки забрали из неблагополучной семьи двух младших детей – мальчика и девочку. Участников происшествия полицейские задержали в тот же вечер. С ними работают следователи. Известно, что в компании был 11-летний брат погибшего мальчика. Он состоит на учете по поводу токсикомании. Добавим, последний подобный случай в Хакасии произошел в ноябре 2012 года. Тогда в Абакане подросток отравился газом в гараже. В Хакасии продолжается реализация программы повышения уровня доступности медицинских услуг в малых селах. В конце этой недели в Новомихайловке открыли ФАП. Событие долгожданное, так как за медицинской помощью приходилось обращаться в Саиногорск и Ачуры. Теперь же прием ведется в селе каждый день. Новомихайловка по меркам Хакасии – село немаленькое, более тысячи человек. Долгие годы местный ФАП ютился в непредназначенных для этого помещениях. В итоге был закрыт, так как не соответствовал санитарным нормам. А фельдшер уехал работать в Саиногорскую хирургию. Медицинскую помощь периодически оказывал приезжий специалист из соседних Ачур. Один укол поставить надо было ездить или в Саиногорск, или в Ачуры. Понимаете? А тут уже все на месте. Тем не менее, если будет работать Любовь Николаевна, это наша местная жительница. Мы ее всех прекрасно знаем. Она очень такая разывчивая, очень чуткая и очень профессиональная женщина. После открытия ФАПа в деревню вернулись медработники, в том числе фельдшер. Сейчас в новом здании будут трудиться три человека. Особая гордость медучреждения – это аптечный пункт. Его открытия жители Новомихайловки ждали не меньше ФАПа. Кроме стандартного набора услуг, здесь оборудуют физиокабинет. В идеальных условиях будут наблюдаться будущие мамы и малыши. Сегодня для села это особенно актуально. Приезжают даже из города молодые, молодые семьи с детьми. Живут здесь. Одну имплата раза больше, чем 10. Вот нынче, уже в этом году, за полгода, 11 ребятишек у нас родилось. На встрече с местными жителями глава Хакасии Виктор Зимин подчеркнул, что поддержка и развитие сел республики будет продолжаться. 23 августа будем обсуждать вопрос. Я везде пытаюсь сейчас об этом говорить, так предосхищая события. Но все-таки, некоторым селам, которые имеют больше ста человек, но не могут заниматься в меру каких-то сложностей, там не может быть крупных фермерских хозяйств, мы будем давать статус малых сел и по той же программе финансировать. В своей поездке Виктор Зимин посетил еще один важный социальный объект Новомихайловки. Это добровольная пожарная охрана. В июле это подразделение получило профессиональную пожарную машину. До этого боролись с огнем посредством самодельной бочки, которую цепляли к трактору. Главная проблема, с которой главе региона обратились даже не пожарные, а их жены, это низкая заработная плата. Зарплата маленькая у них. Самый главный вопрос. Представьте, что 6 тысяч – это не зарплата. Но я думаю, что остальное, вот все остальное. Руководитель Хакасии дал поручение проработать возможность с нового года увеличить зарплату всех добровольных сельских пожарных республики до 10 тысяч рублей. С возмещением необходимой суммы местным бюджетом из республиканской казны. Наталья Громашова, Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Две недели в Хакасском техническом институте работала международная научная конференция. Ведущие мировые ученые из Соединенных Штатов, молодые специалисты из стран Европы, Азии, Северной Америки изучали леса Хакасии по годичным кольцам деревьев. За работой школы наблюдала и наша съемочная группа. В Минусинском бару не совсем обычные гости. Молодые исследователи из разных стран учатся брать образцы годичных колец у деревьев, по-научному керны. Занятия проводят профессора из Аризоны – Дэйв Мека и Рэмзи Тучин. Дерево от подобной процедуры практически не страдает. Из ствола аккуратно высверливают цилиндр около 5 мм в диаметре. Годичные кольца просматриваются на нем идеально. И рассказать ученым могут о многом. Когда мы берем образцы живых деревьев, то, соответственно, мы можем определить различные параметры климатические, в том числе температуры, осадков, которые были в то время, когда росло дерево. Идея создания международной научной школы принадлежит Сибирскому федеральному университету. Все организационные моменты взял на себя Хакасский технический институт. С точки зрения дендрохронологии, леса нашего региона весьма интересны. У нас несколько климатических зон и десятки пород деревьев и кустарников. Это четвертая научная школа. До этого мы проводили занятия в Греции, Испании и Марокко. Теперь решили организовать научную лабораторию в Сибири. У нас очень хорошие связи с коллегами из Сибирского федерального университета. Это очень хорошее место. Люди могут приехать и поучиться тем методикам, которыми мы владеем. Лаборатория по изучению древесных колец в Аризонском университете считается одной из лучших в мире. Ее специалисты по годичным кольцам могут реконструировать климат, который был на территории роста деревьев 300-500 лет назад. Такие данные помогают выявить закономерности и делать точные прогнозы на будущее в самых разных областях – сельском хозяйстве, гидрологии, климатических прогнозах. У вас оказались очень укальные леса с точки зрения дендрохронологии. Научные результаты в первую очередь будем использовать для развития дальнейшей деятельности, для развития дальнейшего международного сотрудничества, в том числе и с лабораторией Аризоны, которая считается одной из лучших в мире. В планах Сибирского федерального университета на базе ХТИ продолжить программу изучения лесов Хакасии с точки зрения дендрохронологии. Все условия для этого есть. Олеся Калинченко, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. На этом субботний выпуск Вести завершен. Удачного вам выходного дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова